Субтитры делал DimaTorzok Но это хватает, да? Так, хорошо, у нас осталось 45 минут Вот, мы здесь уже все засыпаем Вернее, я засыпаю, да, что я говорю все Хорошо Что там говорила про предназначение? Это что есть цель Да Когда вы можете определить что-то Без чего ваша жизнь полностью пустая Полностью пустая Но когда вы это делаете Вы ощущаете состояние волшебства Когда время останавливается Когда вы настолько полностью уходите в этот процесс Что все изнутри начинает гореть огнем Буквально там, да, кто-то чувствует в области сердца Там руки горят Ты когда, вот мне, например, было так Я рисую? Ну вот это больше не про предназначение А про мечту, наверное Когда вот есть что-то, без чего вы не можете Если что-то убрать из вашей жизни Тогда будет пусто А занимаетесь этим, да, волшебство Трепет, трепет То это больше вот к мечте относится А кому интересно про мечту? И вот предназначение, да, оно расширяет Границы невозможного для социума А мечта расширяет границы невозможного для вас самих Сейчас спрашивают, а что, одна мечта на всю жизнь? Да нет, вы же расширяете Только вы расширили рамки для себя невозможного Вы понимаете И резко видите более шире горизонт Вон там, следующий этаж Там для меня невозможно Любопытство, ё-моё, я хочу вот понять А как же вот так? То есть оно меняется Оно расширяется, расширяется, расширяется Ну вот самый момент, когда вы этим занимаетесь Оно, да, обесценено бывает Но не у всех Творческие люди, им проще всего Понимать Свою мечту Когда уходишь полностью с головой В то, чем ты занимаешь Знаете, приходите 23 часа В 23.00 домой Да, 9 часов Бла-бла-бла Приходишь домой Смотришь там Вконтакте, картинки just такая идея Блин, так это нарисовать хочется Спать уже не хочется Энергии дофига Берёшь карандаш Ватман Фу-у-у-у-у Рисуешь, 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 рисуешь Обалденно Вау Смотришь на часы Шесть утра Шесть утра ну вот у меня так было и офигевать как время пролетело 7 часов готовая картина ощущается как пять минут ну реально и такой кайф невероятно просто да и они ведут это 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 как по каким законом это только что произошло это не обязательно что ваша мечта это что-то одно да вот меня вставляет рисование и поэтому я занимаюсь рисованием а вот меня вставляет рисование и игра на пианино а еще мне нравится бренчат на гитаре а вчера подарили забыл как колимба называется так я просто сижу такая время исчезает точно также ощущение волшебства и трепета точно такое же то есть для меня это творчество то есть моя мечта все время уметь вот как бы создавать моя мечта это создавать то есть творить либо я рисую я полностью ухожу этот процесс я то что я чувствую то что я проживаю то как бы то что в бою мой внутренний мир я свой внутренний мир выражаю на бумагу там ватман сидит ангел огромнейший там 10 метровые крылья не за на крыше дома и все так арандашом нарисовано смотришь даешь обалденно а процесс какой именно создавать передавать свой внутренний мир там в рисунок передавать свой внутренний мир в музыку то есть вот я последнюю композицию написала там в пустыне но это прелюдия потому что потом я поехала в туру меня не было времени закончить и там там полторы минуты я слышу то есть я беру это ощущение чуваки урбанистический стиль там пустыня они бессмертные они идут там ветер песок двигается сзади буран огромнейший это вот этот мощь и сила и я слышу музыку я слышу музыку я хочу эту музыку передать и остановлюсь и вот начинаю как вот лес мне объяснял каждый инструмент нужно выделить в голове каждый инструмент нужно выделить мелодию нужно выделить ритм и все это записать каждым отдельным инструментом чтобы то что я слышу как можно ближе совпадала с тем что выходит из колонок и вначале вообще-то было невероятно сложно у меня один раз так получилось это все дело на море сижу такая в кайфе все круто и вдруг ощущаю как такое ли как будто я такой орликин сижу на крылью вселенной и музыка в голове музыка два дня нами они отпускала эта музыка пока я не села и не выразила ее точно так же как она у меня в голове все классно сам процесс вот сам процесс создавания того что есть внутри меня в эту реальность вот это моя мечта и неважно чем я занимаюсь либо я рисую либо я играю на гитаре или на пианино или я создаю музыку что-то мне еще делаю а мне нравится создавать целые характеры миры ну то есть писать вот рассказы романы правда их по 30 страниц пишу и оставляю но вот сам процесс создавания и вот моя мечта сама как механизм заключается в том чтобы нарабатывать мастерство и как можно четче передавать то что у меня внутри в эту реальность неважно это герой романа ситуация передать эту живость эмоции всплеск грусть движение чтобы когда читает человек это как будто ты это проживаешь то есть моя мечта буквально научиться выражать делать живым здесь вот то что у меня внутри потому что я невероятный кайф волшебство и трепет огонь время исчезает и меня я просто реально исчезаю в этом моменте творчества то есть вот так вот ну это мой опыт кто-то может снять и найти для себя там мечту потому что а да у меня такое бывает когда я в наконец-то у меня отпуск там одна неделя в году я сажусь и пишу стих это такой кайф но раз в год время исчезает волшебство огонь вау обалденная собирайте стихи между 35 лет и вот у меня 20 стихов есть то есть мечта она зажигает вас изнутри это вот внутренний огонь когда ты хочешь выразить изнутри выразить наружу то что у тебя внутри сделать это живым и не просто сделать его кое-каким живым там вот буратино да не там нос сделал вот и вышел мальчик без пола а вот реально сделать это настолько настоящим какое на у вас внутри внутри мы обычно проживаем одно начинаем рисовать получается фигня учусь рисовать дальше рисую все равно не совпадает и вот этот внутренний огонь он дает силы силы понимание мастерство через чувство то есть чувствование того что у меня внутри позволяет когда я рисую чувствовать как-то интуитивно да именно телесно руки четко понимают вот здесь лучше вот этот штрих а здесь вот эта тень а здесь вот этот цвет и ты в общем то еще не видишь как это все выйдет но когда это заканчивается это полностью отражает то что у тебя внутри потому что благодаря этим ощущениям пока я творю я сама живой это ощущение так же сам когда я здесь говорю когда я говорю из чувства она все права там руки и образы эмоции создает целый живой образ и вот мечта она связана с этим огнем с пребыванием в этом состоянии которое вы выражаете но если идти просто дальше и это состояние растянуть на свой быт то тогда вообще офигенно потому что вы все время пребываете там в состоянии радости состоянии счастья и вы все время ощущая вот да вот этот вот кайф не только тогда когда вы приходите на поляну в лес и все волшебно невероятно но когда вы идете домой все волшебно и невероятно потому что это состояние внутри вас это состояние чувствует тот кто проживает это состояние они запуталась как это красота в глазах смотрящего это нужно снять алгоритм то есть вы это чувствуете вы пришли на поляну почувствовали зачем отпускать это ощущение если она вам нравится но если реально вы кайфуете от этого состояния мощи волшебства мягкости жизни то есть вот целой тотальности спектра ощущений телесных которые рождаются когда вы находитесь в определенном месте на природе так зачем его отпускать идете в маршрутку почему она изменяется там люди это страшные существа 7 миллиардов и все это не я то есть все сущие 7 миллиардов и нервная система пытается все это втянуть внутрь типа ну как же это все ты так вот этот внутренний огонь мечты зажигается когда мы наконец-то начинаем понимать что это все одно большое целое когда мы начинаем это чувствовать в моем понимании творчество творческие процессы когда меня настолько переполняет самое самое вот эти вот переживания чувства что рождаются образы и они настолько горят что невозможно их не выразить на бумагу в слова в видео еще как-то даже просто телодвижениями ваша вся жизнь каждый день может быть пребыванием в этом состоянии мечты огненности но что мешает страхи страх что вот я вот сейчас буду это делать да я начну там танцевать вот сейчас я начну танцевать антон скажет ну знаешь хотя посмотреть у тебя ноги не с того места растут я буду я не буду танцевать он еще с такую хрень скажет а он однозначно и и скажем вот да он даже подтверждает то есть я четко понимаю сейчас я начну там танцевать он скажет девочка ты откуда вообще вышла и страха того что вот этот человек другой человек посмотрит на меня и скажет ну это да то есть рассказываешь ты интереснее и когда я не ценю сама себя когда я сама себя не ценю то если он скажет мне такую хрень я его послушаю я сама себя не ценю я не вижу тогда то есть мне нравится там как-то двигаться все классно а он такой это что за стиль чивиха я резко напрягаюсь а я вправду что это за стиль может двигаться надо было по-другому зажатости перенапряжение уже вообще не буду двигаться и вот буду так вот ходить и стану каменные костяная потому что этот чувак какую-то хрень не сказал один раз где логика если я чувствую себя классно я-то прорабатывал очень хорошо то есть до дома очень отлично включаешь музыку начинаешь там двигаться энергии гоняешь все вау танец стихи супер выйти на море на берег моря где куча народу в купальнике с татуировкой на спине с татуировкой на руке где сзади куча монтажников которые там что-то строят знать этих чуваков стать ставить player в уши и точно так же органично двигаться с природой вот в этом состоянии и не нервничать не отвлекаться на то как они что обо мне подумают уметь ценить себя то есть ценить то ощущение которое проживаю когда я двигаюсь но скажет какой-то хрентом это что у тебя тай ци суань да а другой ты неправильно двигаешься тогда коленки нужно вот так а это вот так чувак ты спросил меня чем я занимаюсь ты подошел и говоришь ничего мне нужно уже сделать это все моя проблема если танцую я кайфую если вы кайфуете от того что вы делаете то неважно кто вам что говорит ваше самоощущение вас распирает вы на него смотрите и гать ну и что и ну двигайся не по законам какого-то там энергетически практического движения вы что я настолько кайфую я настолько ощущаю это единство что мне пофигу чего вы там говорите и думаете это обалденно и вот так с вашей мечтой если вам страшно выйти где-нибудь и просто проявлять себя спросите себя насколько хорошо ну то есть насколько кайф вы ощущаете когда вы это делаете если кайфа мало то естественно чужое мнение будет сбивать ваше самоощущение но если кайфа настолько достаточно то просто погружаетесь в этот кафе каждое движение либо вы поете либо вы танцуете либо вы рисуете показывайте свои малюнки там какого-нибудь профессионала он так смотрит какой класс говоришь также я 10 лет училась сколько здесь самое сложное например с рисунками ты видишь что ты нарисовал как курица лапой да но тебе нравится а другой чего говорит ну ты понимаешь да что-то как курица лапой это грязь да я понимаю но мне нравится а он все еще говорит но это не то как надо нарисовать а дело не в том как надо нарисовать а в дело в том выразила ли я то что чувствовала в этот рисунок если то что я чувствую на сто процентов совпадает с этими каракулями то все клево и вот мечта это огонь хватает внутренней силой смелости и отваги быть собой тогда когда бытие собой доставляет офигенный кайф и наслаждение тогда ты смотришь на людей тигр ты видела свои у меня за комменты когда наконец-то ставит зуб ну как это относится это как в той ситуации мамочка обними меня ты еще домашнее задание не сделал ну как какая здесь взаимосвязь я не понимаю нет понятно что есть шаблон есть красота вот это должно быть так уже если ты вот это вот все делаешь то соответствую моим шаблоном и и бла-бла-бла но ваше самое ощущение самое главное если вас прет до других людей может тоже там заколбасить потому что они например сами боятся это дело да не хотят двигаться там я не хотят петель и рисовать но они смотрят на свои каракули не понимает это каракули это не то как надо и они хотят так как вы сделать но им не хватает вот это вот этого огня не хватает чтобы кто-то подошел их и поддерживал сказал у тебя все получится ну смотри да мы же на той одна большая семья мы все это уже когда у кого-то что-то кто-то падает духом кто-то теряет веру в себя всегда подойдет другой скажет посмотри ты видишь насколько ты прекрасен в моих глазах насколько ценно то что ты делаешь чего ты боишься давай поднимайся все получится потому что каждому из нас какой-то момент жизни необходима поддержка это отлично я сам я самостоятельный я целостные поэтому мне никто не нужен я никому не помогаю никого не поддерживаю великолепно кажется мы здесь что-то упускаю потому что есть партнерство есть партнерство и сотрудничество когда вы как одна большая семья можем в нужный момент поддержать друг друга можем правильно задать вопросы даже неправильно задавая вопрос ой извини я налажал слушай как же правильно спросить и другой человек тебе поможет когда ты искренне говори что вот здесь вот да ты боишься ты не знаешь это все к чему мечта да и вот другой человек который запрещает себе который точно так же боится чужого мнения да он смотрит на антон игры я даже вставать не буду я сейчас пройдусь он сразу мне выскажет все свое ф я посижу он уйдет и только потом я вставлю я самый последний пойду домой и вот у вас хватает отваги до вот этого кайфа внутри встать и танцевать встать и быть собой и вы это делаете естественно других это раздражает ну потому что самовыражение это то что мы себе запрещаем нужно бабло не самовыражение ну а потом еще в детстве мама говорит что ты херней страдаешь иди делать домашнее задание или помой посуду ты понимаешь это херня и на всю жизнь это херня именно благодаря тому что мы можем видеть чужой опыт чужую силу да вот есть человек который это делает значит я тоже смогу у этого человека как-то получается он преодолел это в себе может он понял себя что он такого сделал что он настолько обалденно себя самовыражает ему разные люди горят такую хрень а его не колбасит от этого он наслаждается тем что он делает и когда мы видим этого другого человека мы понимаем мы тоже так сможем может быть у меня тоже так получится и по грамму по грамму набираете отваги и смелости выйти на улицу там заранее и ничего страшного мир не обрушился все хорошо вот при кайта телесный опыт того что ну ничего страшного да конечно там бабки начнут орать на вас и все остальное ну кайф от этого всплеска он же стоит этого ну естественно мы не выключаем мозг да и осознанность потому что если нам хочется прибить старушку в коридоре и мы до этого кайф получаем и время исчезает то есть мы не выключаем осознанность если наши мечты связаны с тем чтобы нанести вред а не создавать ну как же я сейчас четверту и создал домик можно вывернуть даже так то есть тогда мы начинаем понимать себя почему вместо того чтобы нести волшебство нас тянет кайфовать от того чтобы причине причинить боль посмотреть на это свое творение и кончить прямо выражаясь да потому что когда мы причиняем боль то это всегда вызывает сексуальное на сексуальное возбуждение когда вот этого кайфуем то есть когда это вот то самое творчество та самая мечта когда-нибудь однажды я точно замочу эту старушку она меня достала ты об этом думаешь и ты кайфуешь и волшебство и трепет аларма врубаем мозг ну мало ли чего поэтому я так говорю а то скажешь наташа сельская сказала вот это но не добавила вот эту сторону а оказывается я вот в этой стороне ой поэтому когда у вас хватает сил подняться понять себя понять себя подняться и наслаждаться тем что приносит вам радость счастье волшебство трепет появляются люди которые которых это раздражает они говорят вам всякое говно да ваш выбор верить этому говно или верить себе говно не смысле человек а в смысле фразы это ваш выбор верить тому что кто-то говорит о вас или верить своему самоощущению если я кайфую если я чувствую себя обалденно даже если криво двигаюсь мне наплевать я кайфую потому что я если я двигаюсь ради кайфа то мне пофигу что обо мне говорят детям что-то неправильно делаю ну то есть если не моя цель мастерство в танце да или мастерство в пении или мастерство в рисунке если мне нравится выражать себя если моя цель это кайф от выражения да вот оно обалденно вот я нарисовала да это не тот там реализм это не вот это не прямо таки мастерская техника но мне нравится когда вам нравится то что вы делаете когда вот прикольно было я сочинила там музыку без этого метронома ну только начала там ритма там практически никакого нету а мне кайфово я ставлю в плеер иду и слушаю мне нравится ставлю кому-то там а мне говорят но ты знаешь здесь вот нету переходов кто-то консерваторию закончил здесь нету переходов а здесь ритм лажает а вот тебе бы это с метроном с метрономом надо было бы делать это 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 я говорю я понимаю ты полностью прав я не спорю но мне нравится то что я написала мне нравится слушать снова и снова то что я написала это не значит что я вычеркиваю например конструктивную критику потому что если я хочу дальше совершенство совершенствоваться в выражении того что у меня внутри то мне хочешь не хочешь необходим профессионализм и мастерство а значит здоровая конструктивная критика тех людей которых реально есть это мастерство ну глупо как бы не слушать это или хотя бы не прислушиваться но и но все время обмозговывать до того реально подходит тебе его опыт или нет подходит тебе то что он говорит или нет бывает вам гадку то критику да вот человек который реально рубит эту фишку он что-то говорит это вам подходит а это нет проходит год и вы понимаете вот сейчас мне это подходит вот сейчас да и у просто вспоминаете а вот год назад мне вы сказали вот это вот это теперь очень отлично ложится вот я на теперь научусь обалденно то есть время оставляем осознанность цель если цель вашего творчества наслаждения да неважно насколько это мастерский по канонам вырезанного вы нарисовано создана станцовано да там как-то правильно но если ваша цель это мастерство в каком-то искусстве но тогда уже другой вопрос если вы получаете кайф от того как вы нарабатываете мастерство и вас вот у меня горят глаза руки все когда я все время преодолевают я расширяю границы невозможного для себя в каком-то виде творчества все время шире 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 и шире и мне это нравится мне нравится и процесс это что я все время нарабатываю мастерство ищу при этом я смотрю разные инструменты и еще какой бы самый простой был инструмент так чтобы вот научиться сразу вот этому потому что можно долго изучать можно там долго уроков много уроков читать но можно найти один простой алгоритм и все я это уже умею делать и могу это и дальше и дальше и дальше совершенствовать в этом вот поэтому когда у вас хватает отваги подняться и начать делать то что вам нравится кайфовать от этого чужое мнение не доставляет дискомфорта она не бьет болью по вас вы не начинаете сомневаться в себе потому что часто чужое мнение заставляет нас в себе сомневаться может я все это неправильно делаю может не так и вот тут у нас раз и и огонь стихает и трепет исчезает и волшебство и здесь опять есть тонкая грань вы можете прислушаться к этому и понять может быть вам это поможет как-то реально выражать себя вот так как вам это нужно либо если вам это не надо то вам это просто не нужно но в сам факт проявления сомнения в себе это уже показывает что тот кайф который вы испытываете он еще не настолько глубокий потому что когда базово испытывается обалденное блаженство огонь кайф радость суперски тогда любое мнение снаружи все время примеряется на то может ли это мнение может ли это критика быть помощью для меня чтобы расширить границы невозможного для себя вот в этой сфере или вот в этой сфере но если у меня мало кайфа от того что я делаю тогда я буду все время сомневаться в себе слышать чужие мнения снаружи блин все время не могу закончить до конца довести ухожу все время в сторону и вот вы поднимаете сияете проходят люди вот тогда они говорят вам мнение свое а у вас не возникает сомнений относительно того что вы делаете вы просто собираете пазлики слушайте слушайте о вот здесь реально четко эта мысль мне не подходит и здесь эта мысль мне подходит в общем все остальное это как бы мне сейчас не надо тын-тын-тын и дальше делаете делать и делайте то что вам нравится вау супер классно и проходит какой-нибудь чувак а вы там танцуете обалденно там или стыд и поете арию там не знаю какую-нибудь обалденную песню с чувством прямо из сердца но затрагивает все струны души вот вы стоите поете проходит чувак мимо вашего окна он слышит ваше пение это задевает его внутри он тоже так хотел 10 лет назад научиться петь так было обалденно бы а тут вы поете и у него боль от того что он так это и не сделал он себя предал выбрал пойти там военное училище вместо того чтобы пойти в консерваторию большая разница да и он слышит ваши пение его так больно в начале естественно пойдет агрессия на вас блин либо ненависть либо зависть а потом глубже когда эта эмоция пройдет просто агрессия это признак того что человек не принимает свое собственное решение пойти туда пойти в военное училище они в консерваторию он понимает что здесь была его ответственность он мог решить не поддаваться там страхом манипуляциям а сделать то что ему хотелось но он не сделал он пошел военное училище из-за страха что папа лишит его денег и сейчас слыша ваше пение у него агрессия не на вас у него агрессия на собственный сброс ответственности ведь он сам реально мог сделать по-другому и потом когда эта агрессия стихает человек это понимает у него начинаются слезы слезы от понимания того что время упущено реально там 10 15 20 лет просто упущено и становится больно и тоскливо но вы продолжаете петь продолжайте выражать себя и тогда человек думает может быть не все потеряно понимаете процесс трансформации происходит пока вы выражаете себя причем вы его не видите поете там что-то там делаете спиной к нему вообще стоите вы даже не в курсе какой процесс трансформации происходит с чуваком сзади через стекло а он такой вдруг понимает блин может быть не все потеряно потому что это такой кайф я помню какой кафе я ощущал когда я пела там не было 12 это было обалденно время не потеряно потому что этот кафе я могу теперь проживать просто нужно начать заниматься пением человек идет и меняет свою жизнь а вы дальше поете вы даже не в курсах что только что произошло у вас за спиной это то как меняем то как мы друг другу помогаем раскрывать себя когда мы просто выходим и начинаем сиять начинаем быть собой и мы в таком кафе блаженстве наслаждения и радости что другие люди проходят вот такой трансформационный процесс агрессия увидели свое предательство боль время потеряно осознавание кайфа того что они делали то что перестали вот это создание этого кайфа в том процессе и понимание того что все еще есть время чтобы проживать кайф да может быть не для того чтобы нарабатывать мастерство как у балерин да там в 40 лет когда ты понимаешь что ты там не пошла на балерину уже поздно но ты можешь начать танцевать у себя дома там заниматься гимнастикой получать кайф от этих там движений всех фуэты и всего остального поэтому когда у нас хватает отваги сиять мы поддерживаем таким образом друг друга мы друг друга кричим эй не сдавайся ты тоже можешь поверь себя все классно смотри у меня получается вот все